Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем видео я вам покажу, как в программе Adobe Photoshop можно создать изображение с эффектом многократной экспозиции. Вот такая работа у меня получилась, а сделал я его из видео. Заодно научимся с видео работать. Давайте я покажу, из чего я его сделал. Вот такой вот у меня небольшой видосик есть. Девушка танцует, да? И представляете себе, если вы стоите с фотоаппаратом и многократно фотографируете ее. Вот, ну, у нас есть Photoshop, поэтому нам нет необходимости этим заниматься. Соответственно, я все вот это изображение, соответственно, сейчас удалю. И все мы с вами сделаем с чистого листа. Без сохранения, чтобы вы увидели все этапы от начала до конца. Сначала я выполняю импорт видео непосредственно в интерфейс программы Photoshop. Кадры мы перетягиваем в слои, то есть конвертируем видео в слои. Соответственно, мы выбираем вот это вот видео наше, да? На рабочем столе или где-то оно у нас там может находиться. Нажимаем открыть. И, соответственно, вот такая вот история у нас получилась. Значит, смотрите, если вы впервые эту функцию используете, то приготовьтесь к тому, что когда вы нажимаете импорт, у вас вот этот интерфейс будет создаваться там, может быть, целую минуту. Ну, вы подождете, у вас там будет кружочек крутиться. Ну, рано или поздно это, соответственно, произойдет. Затем вы здесь выбираете только выделенный диапазон, потому что если вы берете все видео, вдруг оно у вас будет длинное, то вам придется долго ждать. Затем вы смотрите, значит, какой диапазон видео вы хотите, собственно говоря, оставить. Смотрите, вот я вот этот нижний движочек беру. И смотрите, видите, вот здесь вот девушка, она как бы с правой части идет в центр. И, ну, я не хочу, чтобы у меня вот экспозиция, в принципе, ну, вот эти вот детали с правой части, ну, как бы на изображении отображались, в конечном итоге. Я хочу, чтобы у меня все по центру было. Поэтому, ну, то есть, представьте себе, если бы она справа налево передвигалась, ну, конечно, тоже вариант так сделать, да, но, тем не менее, я хочу вот все это локализовать в центре. То есть, я вот этот движок передвигаю в то место, где она вот к центру подошла, и вот здесь вот начинает танцевать. Вот так вот я теперь оставил. Затем окончание я тоже делаю вот таким же образом. Ну, в принципе, она в этом видео, в принципе, с правого края пришла, и в центре также до конца остается. Ну, вот маленько вот так оставлю. Вот этот диапазон я бы выбрал. Затем я активирую галочку оставить каждый. Ну, смотрите, если я оставлю каждый второй кадр, у меня слоев будет в море. И это будет не очень эффективно. Поэтому давайте я оставлю каждый, ну, например, каждый двадцатый кадр, да. Ну, можно оставить каждый пятнадцатый, шестнадцатый, двадцатый. Ну, в зависимости от того, что вы желаете получить. Если вы оставите очень мало кадров, да, ну, то есть, теперь два, то у вас в результате получится не очень симпатичная работа. Ну, в любом случае, все это решается путем опытного применения данного эффекта. Ну, то есть, путем эксперимента. Затем, здесь по умолчанию, кстати, включена галочка создать по кадру в анимацию. Нам это не нужно делать. То есть, мы не хотим создавать там анимашку какую-то. Мы будем статичное изображение делать. Хотя, тоже можно анимашку сделать, но это уже другая история. Так, и вот в таком варианте, нажимая клавишу ОК, ждем какое-то время. И сейчас мы увидим, смотрите, что у нас здесь создались слои из, ну, по тому алгоритму, который мы создали. Всего сколько у нас? Десять слоев. Ну, это нормально. Затем, смотрите, я с клавишей Shift я выделяю все слои. И все слои смешиваю в режиме темнее. Вот так вот, видите? Ну, можно из-за темнения, конечно, но они здесь как-то одинаково работают. Поэтому я беру темнее. Вот. Затем с клавиши Ctrl я снимаю выделение с верхнего слоя. И прозрачность вот этим слоям делаю где-то примерно процентов 50. Ну, вот так вот я оставлю. Вот, 50%. Так, ну, кстати, давайте мы приблизим наше изображение, да? Вот. Я потом здесь, в принципе, вот эту только часть оставлю. Ну, мы уже сейчас видим, что у нас, видите, вот такая как бы многократная экспозиция есть. Но мы должны, знаете, что сделать? Мы должны оставить какой-то один кадр, ну, одно изображение нашей модели танцующей, да? Чтобы она отчетливо была видна, а все остальные будут в таком полумраке. Поэтому, в принципе, я вот что делаю. Я вот эти слои, опять я их выделил, я случайно выделение снял. И я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl G для того, чтобы объединить их в группу. И затем я здесь, здесь создаю маску слоя. Вот, сейчас узнаете, для чего я это сделал. Затем я временно отключаю вот этот слой. И, находясь вот здесь, на этом кадре, я выделяю нашу модель. Я воспользуюсь инструментом автоматического выделения, выделить, выделение объектов. Команду активирую. Так, перехожу на этот слой, соответственно. И, соответственно, выполняю команду выделить объект. Сейчас программа Photoshop постарается мне модель эту выделить. Ну, в принципе, получилось нормально. Вот она выделилась. Так, и теперь я включаю этот слой, перехожу на маску слоя, я ее активирую, и нажимаю комбинацию клавиш Ctrl I, ну, чтобы только вот она одна осталась. Потом Ctrl D, снимаю выделение. И вот мы видим, что у нас, в принципе, вот такая кратная экспозиция уже получается. Но это еще не все. Давайте мы, находясь на верхнем слое, применим корректирующий инструмент, который называется черно-белое. Вот так вот, да, потому что в черно-белом аспекте это лучше смотрится. Здесь работая с составляющими цветными, да, мы будем, значит, придавать нашему изображению какой-то большей выразительности. Ну, например, красный я, например, ослабляю. И смотрите, видите, вот эти вот остальные танцующие кадры, они проявляются, проявляют себя, ну, как бы лучше, что ли, да. Ну, и, соответственно, в зависимости от цветности вашего изображения та или иная, вы можете двигать теми или иными движками для того, чтобы, ну, соответственно, добиться какого-нибудь эффекта вот этой вот многократной экспозиции. Вы сами для себя решаете и смотрите, что для вас лучше подойдет. Ну, какие-то движки вообще не будут, в принципе, этих цветов здесь нет. Да, ну, вот я, тем не менее, ничего-то добился, да. Вот так у меня немножко подтормаживает компьютер из-за того, что запись идет с экрана. Вот. Ну, я не к этому остановлюсь. Нажимаю, собственно говоря, так, видите, мышка не дает мне нажать. Вот, нажимаю закрыть. Так, кстати, возьму снова вот этот инструмент перемещения. Ну, а теперь можно его обрезать. Это изображение. Я возьму инструмент обрезки, возьму алгоритм один на один квадрат. Ну, как будто я готовлю обложку для компакт-диска, да. Ну, сейчас, конечно, компакт-дисков уже это уже прошлый век, да. Ну, вот, тем не менее, я нажимаю и вот такая картинка у меня получилась. Соответственно, если вы будете какие-то другие сценические варианты видео изображать, например, там, где девушка ногу поднимает, стоя на месте, стоя на месте, да, или бы что-то еще там, балерина, то у вас будут получаться более выразительные изображения вот с эффектом многократной экспозиции. Ну, в любом случае, держайте, пробуйте, экспериментируйте. Я верю, что у вас будут получаться очень интересные результаты по много раз лучше, чем у меня. Ну, а я с вами временно прощаюсь. До скорого, до скорого видео нового. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч. До новых встреч.